Товарищ адмирал, войска Владивостокского гарнизона для парада вознаменования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом контр-адмиралу Осипов. Празднование самого главного дня в году Дня Победы по традиции началось с парада войск и боевой техники Владивостокского гарнизона, который проследовал по главной улице города Светландской. Для этого с 6 утра в центре перекрыли движение. Посмотреть парад спешили тысячи горожан. Первыми в строю прошла рота барабанщиков – воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища. Вместе с ними в параде приняли участие офицеры и моряки Приморской флотилии ТОВ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск. Строем прошли и курсанты МГУ имени адмирала Геннадия Невельского, подразделения ОМВД и МЧС. Перед горожанами прошагали и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Ну и, конечно, традиционно в параде прошла колонна участников Владивостокского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Впервые в строю парада прошли юные воспитанники военно-патриотических клубов Владивостока. Завершили парад войск курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Ну и, конечно, перед зрителями предстала военная техника. В составе механизированной колонны прошли зенитно-ракетные комплексы ОСА и С-300, зенитные ракетные пушечные комплексы Панцирь-С-1, береговые ракетные установки БАЛ и Бастион, реактивные системы залпового огня ГРАД, различные боевые орудия. А дальше на главную улицу города вышла колонна бессмертного полка. Люди приходили с портретами своих родственников-фронтовиков, которых сегодня уже нет в живых. Но память о героях хранят в каждой семье. Это еще один признак вообще сплочения народа Российской Федерации, потому что, к сожалению, вы знаете, что нестабильность присутствует в мире. И когда люди выходят на улицы с портретами тех людей, которые отдали свои жизни, это показывает еще раз, наверное, о том могуществе, о той силе нашей страны. К всероссийской акции Владивосток присоединился в пятый раз. В этом году с портретами своих близких во Владивостоке вышли более 35 тысяч человек. Это еще больше, чем в прошлом. За шествием бессмертного полка наблюдали и ветераны. Некоторые даже приняли непосредственное участие. А в Адмиральском сквере фронтовиков Великой Отечественной войны вместе с детьми, тружениками тыла и узниками ждал праздничный концерт с солдатской кашей. Воспоминания, цветы и даже вальс. Организаторы постарались создать приятную атмосферу для свидетелей военных времен. Я все время танцую, каждый год, только на парне с меня и помоложе нахожусь все время. Вашему поколению желаем, чтобы вы не забывали, как сегодня, как всегда, чтобы это стало в памяти и вы передали внукам и детям. Эту великую победу, которую действительно сложили, погибло наших людей, советских людей. Чтобы они любили родину, любили своих матерей, не были хулиганами, чтобы росли, учились и всех любили, и всех людей, чтобы не было хулиганов. Тематические площадки и праздничная программа ожидали и горожан. Демонстрация военной техники, фронтовые песни, фотозоны, исторические викторины и конкурсы. Тематические программы проводились в городских скверах, библиотеках и на площадках. А основные гуляния горожан по традиции состоялись на центральной площади. Днем площадки были ориентированы на детей, а вот с 8 часов вечера здесь начался праздничный концерт. Танцевальные и вокальные номера подготовили творческие коллективы города и края. Со сцены собравшимся напомнили о значении этой победы для Владивостока. Город Владивосток внес особый вклад в эту победу. Именно здесь формировались морские бригады, которые уходили на Западный фронт под Москву и сломали там хребет фашизму. Именно отсюда шли грузы на Западный фронт, в том числе грузы, которые поступали в полонгизу. Именно сюда была самая масштабная переброска наших войск с запада страны для того, чтобы поставить точку во Второй мировой войне и сломать хребет японскому милитаризму. В далеком от Западного фронта Владивостоке практически нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война. Поэтому на этот праздник люди приходили с особым настроением. Наши предки действительно пережили очень страшное. Они не хотят об этом говорить. Мы просто должны милко кланяться за то, что просто на сегодня яркое небо, спокойная, мирная жизнь. Победа – это наша гордость народа, который отстоял нашу жизнь, нашу Родину, независимость нашей Родины. Это действительно самый замечательный праздник, о котором не должен забывать. И каждый человек, у которого родные были, кто воевали, кто отстаивали нашу Родину, нашу свою собственную жизнь. С Великой Победой со сцены Владивостокцев поздравил и председатель Городского совета ветеранов Сергей Кондратенко, который всех оставшихся в живых знает лично. Владивостокцы героически сражались не только на полях Победы, но и давали Победу в тылу. Поэтому недаром говорят, что медаль взял за подвиг и медаль за труд из одного металла вью. Ну и, конечно, по традиции праздник завершился красочным салютом, который запускали из трех точек города. Спасибо Победу за Победу! С Днем Победы! Салют! Инна Щедрова, Игорь Бултов, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров, Александр Бартовщук. Новости на восьмом.